В этой части мы продолжим с вами работу. Мы сейчас выполним шнур к нашей сумочке. Набираем 4 петельки на носочные спицы. Вынимаем одну спицу и передвигаем к началу вязания. Провязываем все петельки лицевыми, кромочных у нас нет. Еще раз последнее. Провязали. Работу мы не поворачиваем, а сдвигаем обратно на начало работы. Ниточку передвигаем к передней петельке и провязываем обратно все лицевыми. Провязали. Обратную работу не поворачиваем, сдвигаем к началу. И провязываем обратно все петельки лицевыми. И так вяжем ту длину, которую, длину шнура нам необходима. Мы связали шнур длиной где-то метр двадцать. Вы можете взять любую длину. По краям мы завязываем такие вот узелочки. Ближе к кончику. И теперь эти узелочки мы пришьем по краям нашего разреза на сумочке. Вот в этом месте. Пришиваем крепко, чтобы не оторвался наша ручка. Вот таким образом. Точно так же пришиваем с другой стороны. Наша сумочка готова. Теперь можно приступить к ее декорированию. Выполним личико для нашего солнышка. Выполним носик сначала. Делаем петельку. Вяжем его ниточкой желтого цвета, как основа у нас в нашей сумочке. Набираем цепочку из шести воздушных петель. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Замыкаем в кольцо, вводим в первую петельку нашей цепочки. И соединительно замыкаем наше кольцо. Теперь будем обвязывать это колечко столбиками с накидом. Три воздушные петли подъема. Раз, два, три. Делаем накид и вводим в кольцо. Захватываем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так по кругу провязываем шестнадцать столбиков. Накид, в кольцо. Ниточку поднимаем и провязываем столбик с накидом. И так по кругу. Заканчиваем наш ряд. Провязываем последний столбик с накидом. И для того, чтобы замкнуть в кольцо, вводим в третью петельку подъема. Раз, два, три. И протягиваем соединительно через нашу петлю. Следующий ряд. Одна петелька подъема. И теперь провязываем столбики без накида в каждую петельку. Таким образом. И так по кругу. Мы заканчиваем второй ряд. Провязываем последний столбик без накида. Закончили. И вводим в петельку подъема. И соединительно замыкаем наш ряд. Последний ряд у нас вот так поджал. Получился такой носик. Ниточку мы обрезаем. Оставляем небольшой кончик, чтобы этой нитью потом и пришить наш носик. По центру, на нашу сумочку, мы пришьем наш носик. Нитью черного цвета мы свяжем два глазика. Делаем петелечку. И набираем цепочку из шести воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Набрали. Замыкаем в кольцо. Вводим крючок в первую петельку. Захватываем нить и протягиваем через наши петелечки на крючке. Теперь для подъема выполняем три воздушные петли. Раз, два, три. И дальше будем вязать 12 столбиков с накидом. Выполняем первый накид. Вводим в кольцо крючок. Захватываем ниточку. Поднимаем и провязываем столбик с накидом. Еще один свяжем. Накид. Вводим в кольцо. Поднимаем. И провязываем столбик с накидом. И так по кругу. Мы заканчиваем наш ряд. Выполняем последний столбик с накидом. И замыкаем в кольцо. Вводим в третью цепочку подъема. Раз, два, три. И сомкнули. Ниточку обрезаем. Немножко подальше мы этой нитью будем пришивать наш глазик. Таких выполняем два глазика. Мы пришили наш носик и глазики. Обратите внимание, пришивая глазки, я немножко подтягивала, чтобы придать им объем. Теперь будем выполнять ротик. Нитью оранжевого цвета мы будем провязывать столбики без накида по готовому полотну. Мы отмечаем место, где будет начинать наш ротик сначала. Вводим крючок под петельку. Захватываем нашу ниточку. Вытягиваем и провязываем одну воздушную. Теперь дальше пропускаем какое-то расстояние. Захватываем обратно основу нашу. Захватываем ниточку. Поднимаем и провязываем столбик без накида. И идем дальше. Обратно. Под наше полотно захватываем и провязываем столбик. Еще раз посмотрим. В развернутом виде. Вот таким образом. Идем по вот этому рядочку. Продолжим работу дальше. Вводим крючок под основу. Захватываем ниточку. И провязываем столбик без накида. Вот таким образом. Произвольно. Захватываем основу нашего полотна. И провязываем. Проверяем. Вот эту половиночку мы выполнили. Продолжаем дальше так же. Мы выполнили верхнюю часть нашего ротика. Теперь работу разворачиваем, чтобы нам было удобнее. И переходим на верхний ряд. И провязываем вот таким образом. Начинаем нашу работу. И переходим на наш ряд. Работу выполняем свободно, чтобы не стягивались наши столбики. Вот таким образом. И так до этой точки. Мы выполнили основную часть нашей мордашечки. И теперь можно вышить, но мы нарисуем реснички, веснушечки и блики на глазках. Для этого мы будем использовать контур и краску по трикотажу, по ткани. Приступаем к работе. Контуром и нарисуем блики. Глазки готовы. Теперь будем выполнять реснички. Краской будем прорисовывать такие реснички. Теперь немножко разворачиваем и внутреннюю часть подрисуем. Можно добавить еще маленькую ресничку сбоку. Если недостаточно, можно еще подрисовать, чтобы более толсто было видно. Такой же выполняем другой глазик. Точно так же. Наша сумочка готова. Теперь для того, чтобы крайние лучики более жестко у нас держали форму, можно развести две части ПВА и одну часть водички и пропитать их. Они тогда будут жесткие и будут четко держать форму. И теперь нам осталось украсить наше солнышко цветочком. Вот такая веселая сумочка у нас получилась. Творческих вам успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!